Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Руслан. А вы такой большой, крупный, лысый и очень смущающийся и трогательный. Лысым и большим, наверное, недавно я стал. А смущающийся, честно говоря, для меня эта съемка достаточно непривычная. Супер. Очень много было у меня съемок разных, но, видев некоторые ролики до этого, ощущение такое, знаете, я всегда жду момента, когда душу у меня развернут, поэтому я немного зажат. Нет, душа это ваша, поэтому разворачивайте ее вам. Это спасибо. Тогда, когда захотите, если захотите, сможете ее развернуть, если вам будет от этого хорошо. Спасибо большое. Я в свою очередь хочу сказать, что в конце я скажу честно свой фидбэк, были ли у меня инсайды, понравилось мне или не понравилось, абсолютно честно и искренне и откровенно. Знаете, у меня ощущение, что я не на съемке, а действительно на приеме у вас. Так и есть в некотором смысле. А вы теплый мужчина, да? Ну, пока не умер, да. Наверное, я не знаю. Я не знаю, что вы имеете в виду, когда говорите теплый мужчина. Знаете, в наш такой суровый быстрый мир мужчины – это те, кто быстро бежит, достигает, и ради этого им нужно утрачивать чувствительность к себе. И довольно часто успешные мужчины – это те, кто быстрый, сильный, ловкий, и для этого нужно немножко пожертвовать своей теплотой. Поэтому, когда я вижу успешных мужчин, которые сохранили теплоту и способность, не знаю, быть смущающимся, несмотря на публичность происходящего, оставаться теплым в контакте. Теплым – это когда, ну, в смысле, как человек, который может заботиться о других, открываться другим людям. Ну, вообще, я чувствую температуру людей. Есть вещи, которые меня интересуют лично, что я лично хочу для себя узнать. И при этом есть вещи, которые мне интересны, в принципе, в общем. То есть у меня нет однозначного ответа. Они, возможно, не так сильно связаны с моей личностью, но, тем не менее, мне, как обывателю, ответ на этот вопрос был бы интересен. Начнем с личных. В чем настоящая сила мужчины? И что в вашем понимании мужественности? У меня была дискуссия с друзьями, и вообще эта дискуссия немножко во мне живет в плане, вот, там, мужественность. Что это? Кто такой мужчина? Кто? Какая его цель вообще в жизни? И я вырос в семье без отца. Да, то есть мой отец погиб, когда мне было года три. И там у меня был отчим, но он там пил, и, скажем так, я верил, что я вырасту, и когда-то изобью его сильно. В общем, такие у меня были отношения с отчим. И такая вещь, как мужественность, мне пришлось ее как-то искать и синтезировать внутри себя, понимать, что это. И мне вот интересно было бы узнать ваш взгляд. Вы тоже мужчина, тоже очень успешный, красивый. Да наша дружба только начинается. И мне было бы интересно узнать, что вы по этому поводу думаете. У нас история в некотором смысле частично похожа, потому что с примерно трех или даже двух лет до семи-восьми я тоже рос без отца. Ну, поскольку там отец мой пил, или у них там не сложилось с мамой, или он пил и не сложилось с мамой, но они расстались. И вот в тот период, когда, мне кажется, мальчику важно присматриваться, как быть мужчиной, я как раз воспитывался двором, как мне кажется. Я почему-то тянулся все время к пацанам, которые были старше, ну не почему-то, сейчас мне понятно, потому что я подсматривал за ними. Я даже помню, что я учился плавать, в смысле я всегда плавал, я даже служил в армии, нормативы сдавал, но плавал я плохо. И когда я решил учиться плавать, спустя много лет, мне было тогда 30, наверное, лет, 33, вот, я пошел в бассейн Олимпийского резерва и смотрел, как плавают чемпионы. Я за ними смотрел, они не видели, я тихонечко смотрел и копировал их движения. Поэтому мне знакомо, что значит пытаться впитать в себя какой-то образец, которого нету близко. Вот потом моя мама вышла второй раз замуж, папа, отчим меня усыновил и стал моим папой, но вот в период с двух до семи лет я воспитывался, как мне кажется, двором. И смог ли он стать у нас действительно папой? И да, и нет, наверное. Это человек, которого я очень люблю, которого я копировал, многие мои образцы мужественности, отношения к женщинам, к воинской чести, потому что он военный и вся династия военных много-много лет, почему и в армию на 8 лет ушел, собственно. Я питался, глядя на него. Мы, наверное, научились друг у друга случайным образом. Он теплый и открытый, и очень чувствительный человек, несмотря на то, что он полковник. Знаете, как говорят, настоящий полковник, это тот, который очень жесткий. А еще ему никто не пишет. А? А еще ему никто не пишет. А мой папа, я помню, почему я говорю и да, и нет, потому что я как будто бы все время чувствовал, что я неродной. И когда мне случилось 28 лет, я помню, папа приехал в командировку в Витебске, я из Витебска, они в Минск уже тогда уехали жить. Я родом из Беларуси. Вот он приехал в командировку, вот, и я решил с ним поговорить. Мы напились, и я ему, значит, предъявы кинул, что, мол, я всегда чувствовал, что ты меня любил не так сильно, как двух других сыновей его уже, ну, моих двух младших братьев. Я мог сказать это только потому, что я напился, а он мне мог ответить только потому, что он выпил. И он мне сказал следующую фразу. Всю жизнь он мне говорил примерно следующее. Сынок, держи хвост пистолетом. А тогда он мне сказал, это было для меня уроком. Как он мне сказал, дурак ты, я люблю тебя больше всех на свете. И расплакался. Я впервые видел, когда папа плакал, когда он признавался мне в любви. Второй раз я видел, когда папа плакал, когда я покидал службу в армии. Когда я уволился из вооруженных сил, он тоже всплакнул, это тоже была для него важная вещь. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, если бы вы меня спросили 15 лет назад, я бы сказал, что это человек, мужчина, с такими пацанскими ценностями, который держит свое слово, который как-то отвечает за базар, является сильным, на которого можно положиться. Всю жизнь, благодаря вот этой же части своей истории, я был тот человек, на которого все вокруг покладывались, как-то сказать, опирались. Кстати, ближе к 46 я стал это расхлебывать, потому что я понял, что мне опираться трудно на других людей. А ближе к 40 я понял еще несколько важных вещей. Благодаря психотерапии, благодаря своей личной жизни, в том числе благодаря папе и жене своей. Одна из самых важных частей мужественности, как мне кажется, это способность быть ранимым, уязвимым и признавать это. Это не только связано с тем, что уметь проигрывать, я могу проиграть и сказать, ну ты выиграл, молодец, и крепко пожать тебе руку. А могу признать, что я проиграл и уважаю ваше преимущество, твой выигрыш здесь. И это принять свою ранимость, свою растерянность, свою неспособность сейчас, например, принять правильные решения. И это мне далось ближе к 40. Как ни странно, я много видел мужчин, которые в силу того, что у меня большая часть практики мужчин, и в силу довольно высокого гонорара, ко мне попадают мужчины, как правило, очень успешные. И это мужчины, как правило, сильные. И вот зрелость, мне кажется, способности плакать в широком смысле слова. Не в смысле плакать, а в смысле признавать свои ограничения, признавать, что человек ранится, признавать, что ему больно, и не скрывать эту боль. И второй критерий, который здесь появился, ближе к 40 у меня, это способность заботиться и отдавать. Способность отдавать другим людям, потому что самому кайфово. Вот это, мне кажется, два важных критерия, которые помимо тех, что у меня были до 40, появились после 40. Вот примерно так, не знаю, отвечают. Ну, зачет, мне нравится такой ответ. Меня в семье готовили стать мужчиной. Мама был портрет мужчины, которого она хотела бы видеть всегда. Я слышал всегда какие-то там критерии, тезисы четкие. Мама любила, я повторял фразу, из крестного отца, как ни странно. Ну, что за грязь. Женщины и дети могут быть беспечными. Мужчины – никогда. И это такая, там вот, крестный отец рассказывал кому-то. И я согласен с этим тезисом. И многие моменты, там, а-ля, ты должен обеспечивать семью, какие-то, какие-то отношения к женщине. Плюс как-то так случилось, что в семье не было примеров именно успешных мужчин. То есть все мужчины, которые были, там, и были проблемы с алкоголем, либо несостоятельность. В свое время я решил заниматься музыкой, но вся семья была как-то так этому относительно против, потому что… Это не путь к успеху, типа. Потому что, ну, да, были, скажем так, примеры, которые всегда плохо. И поэтому с детства я читал книги, там, «Собака Мани», и вот, я не знаю, в общем, литер Бода Шефера, Наполеон Хилл и тому подобное. «Ты сможешь чушь». И это мне было, там, 13, 14, 15 лет. И где-то мне самому это нравилось, все это читать. Потом была такая волна сетевого маркетинга, которая захлестнула все. И я, помню, ходил на все семинары, там, где все эти люди запускали ракеты и пробовал открывать какие-то первые бизнеса. При этом все, у меня есть ощущение, что я смотрел ваши ролики и начал после этого задавать себе вопросы, потому что никогда эти вопросы я себе не задавал. Всегда относился, я вам за кадром говорил, что к психотерапии всегда относился очень скептически, и, признаюсь честно, считал психологов немножко глупенькими. Да, потому что я знал несколько психологов, и они были… Я не знаю, какими они были в кабинете с человеком, но в общении они были очень какими-то, как мне показалось, достаточно поверхностными. И поэтому мне казалось, что я способен, как я говорю, найти, там, если вдруг какая-то проблема, найти худшую из возможных вариантов, смириться с ним, и все. И я дальше не пробиваю. Но время прошло, и вот буквально недавно я начал задавать себе один вопрос. А почему я делаю те или иные выборы в жизни? Почему я делаю то? И я понял, что… Сейчас я начинаю новый проект как раз. У меня был партнер, потом партнер слился. Это не первый раз, когда в бизнес-проектах меня греют на деньги. Но сейчас не меня нагрели, сейчас просто ушли деньги из проекта, и мне нужно их где-то найти. Были моменты, когда люди прям целенаправленно это делали. И у меня возник вопрос, почему я это делаю? Потому что я сейчас во многом занимаюсь… Есть сферы деятельности, которые я делаю, которые я ненавижу. Вот прям искренне. Но я их продолжаю делать из-за того, что я понимаю, что если я остановлюсь, и если я буду неуспешен, и у меня закончатся деньги, меня перестанут уважать, ценить, любить. Перестанете быть мужчиной. Да, и я перестану… Я потеряю свою мужественность. Кроме того, что я люблю, ценю, узабочусь и тому подобное, где-то внутри меня, вот момент какого-то моего личного успеха или неуспеха, я понял, что я судорожно определяю это как… Ну вот как момент будут меня любить, и буду я вообще кому-то нужен или не буду. А это прямо как-то связано, любовь и успех, что если будете успешными, то любить будут. А если не будете успешными, все отвернутся, уйдут. Ну, я не знаю, связано это или нет, это мысль, которая, знаете, мы же говорим, транслируем мысли в определенный отрезок жизни. Ну да, да. Сейчас я просто об этом начал задумываться, ко мне эта идея пришла. И я просто начал спрашиваться, почему я так судорожно гонюсь за какими-то вещами. Была масса неудач и тому подобное. Почему я так сильно этого хочу, даже тогда, когда этого не хочу. И, ну, есть, можно сказать, страх, что если я перестану быть значимым… Перестанут любить? Ну, наверное. Я не знаю, мне сложно, знаете, так поставить клеймо, поставить ярлык, что я так… Это такое немножко туманное поле. Но, в общем, оно есть. Я в какой-то момент жизни, мне тогда было 20 с чем-то лет, так случилось, что разговариваю, я почему-то думал, что любовь нужно все время заслужить. Нужно… Я прожил какую-то часть жизни, желая понравиться другим людям. Ну, в том числе успехом. Не только. Говорить какие-то веские замечания, быть с претензией на какую-то большую глубину, чтобы все послушали и сказали, охренеть, как умно. А потом как-то поговорил с друзьями, и один за другим мне стали говорить примерно следующую вещь, что любят они меня, вопреки они благодаря. Но не потому, что я какой-то прекрасный, успешный, хороший и так далее, а вопреки. Просто любят и все. И тогда я понял, что больше не нужно стараться заслужить любовь. Любовь, которую нужно заслужить, мне кажется, она не стоит ничего. И вот для меня тогда это было неким прорывом. Уважение – да, любовь – нет. Любовь, она всегда просто так. Помните, там какой-то мультик был, когда какой-то парнокопытный бегает с цветочками? А, с цветами. А, или зайчик. За что? За что? А он цветочек дарит и говорит, просто так. Вас просто так можно любить? Можно. Но. Там все время есть но. Можно но. Да, можно но. Но все время портрет, нарисованный мамой, которая говорит, ты должен быть. Я не хотел бы обвинять маму. Мама безумно сильно меня любила. Дело не в маме. Мама имеет право видеть вас каким-то, каким она холдом. Да, я думаю, что она делала свой максимум. Я это видел, и я уверен, что она делала свой полный максимум. Так же, как и мы. По отношению к своим детям. Накосячим, но сделаем максимум. Поэтому мне интересно было спросить у вас. А, нет, вы же не отмажетесь просто так. Игра в одни ворота не бывает. А вы-то какой мужчина? Какой я? Как вы знаете, что вы мужчина? И какой вы мужчина? Я вот не знаю, какой я мужчина. Мне всегда казалось, что я очень хороший мужчина. Я, например, недавно для себя понял, что во мне живет ненависть. Я всегда думал, что это такое чувство мне не подвластное. Но так случилось, что несколько лет назад у меня был человек достаточно близко ко мне. у нас было и общее дело, и были личные отношения. И этот человек поступил ко мне очень мерзко, несмотря на то, что я очень долгое время прям много чего для него сделал. Не просто дал ему что-то, а я очень много вкладывал в его развитие, чтобы он стал лучшим. Не в плане, что я от него что-то требовал, а я всячески способствовал, чтобы этот человек был счастлив и был гармоничен. И мне казалось, что я простил, что я как-то отошел. Я мог разрушить его бизнес, его образ и тому подобное. Я не стал этого делать. Но недавно я понял, что я ничего не простил. И даже вопрос, даже не в личностных каких-то вещах, я не простил унижения, которые я получил. И я понял, что, наверное, впервые в жизни я почувствовал, что я ненавижу. Поэтому сказать, какой я, я не знаю. Это испортило как-то образ ваш, да? Осознание ненависти? Ну, скажем так, для меня это было необычно. Я от себя этого не ожидал, потому что такое сильное негативное чувство. И, возможно, я его чувствовал, но не признавался себе в этом. Поэтому сказать, поэтому мне сейчас сложно ответить, какое. Потому что мне все время кажется, что я сейчас скажу, какое. И это будет вранье, потому что я завтра узнаю какую-то часть себя. и, как говорится, что не по-пацански соврал. Ну, все-таки. Поэтому какое? Опишите себя тремя, а лучше пятью прилагательными. Прилагательными? Ну, как вы знаете, что вы мужчина? Почему мужчина вдруг? Ну, я отвечаю за слово. Я действительно делаю то, что сказал. Есть, как и во всем, есть нюансы, но, тем не менее, когда я особо... Я сейчас говорю там о больших, о партнерских, денежных вопросах. Еще, возможно, я могу опоздать на какую-то встречу, но в таких вопросах я никогда... Я не подводил людей. Я никогда никого не кидал. И я, как мне казалось до недавнего времени, умею прощать. Я простил своему другу в сумму в несколько десятков тысяч долларов, когда ему нужна была помощь. Он крупно задолжал, ему грозились его... У меня тогда зарабатывало достаточно неплохо, и я, в принципе, понимал, что я могу эту сумму транслировать за месяц, два, три. И я ее одолжил, но потом, когда случилось, что мне они очень сильно нужны были, он их не смог отдать, и я понимал, что он... В общем, я их простил тогда, когда они мне сильно нужны были. Не тогда, когда у меня их было много, а тогда, когда мне это нужно было. и моя мотивация была в том, что я видел, что он очень сильно страдает от того, что он не может вернуть, и мне не хотелось человеку портить жизнь, что ли. У вас отношения сохранились? Сохранились, мы меньше сейчас общаемся, но он где-то для меня был как младший брат достаточно длительное время, и, возможно, это еще одна из причин, почему я так сделал, потому что в свое время он мне одолжил. Я, конечно, вернул, но и в свое время он мне помог. И вот это вот чувство, что раз он мне помог, то я не имею права не помочь, оно во мне сыграло. Если так вспомнить, сейчас только хорошее вспоминаю. Я мне кажется, я достаточно открыт. Достаточно открытый человек. я не играю двойную игру и двойную жизнь. Я попросту не люблю это и, наверное, не умею, скорее всего. Четвертый момент. Мне кажется, что я чувствую людей. Меня всегда тянуло к людям, которые лучше меня в чем-то. Одна из причин, почему я сегодня к вам пришел и вначале немножко себя стесненно чувствовал, потому что я понял, что вы лучше меня в том, чтобы узнать, кто я и немного вот здесь. И поэтому мне стало интересно и поэтому я здесь. Несмотря на то, что там как-то раньше присутствовал какой-то скептицизм. Из, наверное, нужно что-то плохое сказать. Для баланса? Да, для честности. Я сверх самокритичен. Я уничтожаю себя. В вещах, например, я пишу музыку себе и для некоторых артистов. И я, например, не могу себе в песне написать, знаете, как в рэпе, я палю из калаша, если я реально не палю из калаша. То есть я не могу написать там, я трахаю сучек, если я женат и я сейчас этого не делаю. То есть я могу написать только Это аллюзия на какого-то известного персонажа, судя по всему. Ну, как бы это тренд. Это тренд, который сейчас есть ребят, им там по 18 лет и они палят из калаша и делают все. Я, например, не могу себе этого позволить. Мне кажется, виной самокритичность и к своему творчеству таких себе. Вы уверены, что это негативная черта? Да, для меня это негативная черта, потому что я от этого страдаю, потому что я часто перехожу черту. Мне кажется, внутри себя. И, наверное, еще что-то нужно такое, что мне в себе не нравится. Я не могу вот, я говорю, мне в себе не нравится, мне стало плохо от этих слов, потому что я понял, что я долго рассказываю себе. Я понимаю, что мы сейчас снимаем и у меня срабатывает. Возможно, это какая-то профессиональная вещь, потому что я занимаюсь ютуб-каналами. Я понимаю, что зрителю сейчас неинтересно, мне нужно сказать что-то, что будет интересно человеку за камерой. И я должен сформулировать вопрос так, чтобы было интересно человеку там. Возможно, я не знаю, возможно, это профессиональные какие-то уже моменты, возможно, это такой. какой-то, но мне кажется, я пренебрегаю собой и из-за этого занижаю свою самооценку. Вот если так, честно, нелегко мне сказать эти слова, особенно на камеру, но мне кажется, что это тоже есть. А вы хотите понравиться? Долгое время очень сильно хотел, потому что получилось так, что сфера деятельности, в которой я работал, сейчас я больше занимаюсь другими каналами, но долгое время я занимал, как бы, я был лицом каналы, и мне нужно было нравиться. Если ты не нравишься, тебя меньше смотрят, если тебя меньше смотрят, у тебя меньше контрактов, меньше дохода, если меньше дохода, то ты можешь меньше помочь семье, и тому подобное, и поэтому погоня за тем, чтобы нравиться, она как-то переросла уже в такую профессиональную терту, и я, наверное, отдаю отчет, что мои зрители, скорее всего, не знают меня, когда камера выключается. А сейчас это происходит? Вы хотите понравиться? Сейчас? Сейчас? Мне, зрителю, команде? Наверное, нет. Сейчас мне немножко страшно сказать лишнюю, потому что но сказать, что я прям хочу понравиться, наверное, нет. Мне кажется, мне кажется, в принципе, это возможно лукавство, если человек говорит, что он не хочет никому понравиться. В любом случае мы хотим нравиться, и если быть уже честным с самим собой, то, наверное, я не хотел бы выглядеть в ваших глазах и в глазах команды плохо. Нет. Возможно, какие-то вещи происходят неосознанно. Это тоже такой момент. Но цели, цели такой не было у меня. Чтобы я пришел, и вот мне обязательно нужно понравиться оператору. Возможно, если бы была другой ориентация, я бы так подумал. Это такая вот шутка прозвучала сейчас. Все поняли, да? Для разряжения атмосферы. Хорошо. Вам интересно то, о чем мы с вами говорим? Или скучно? Мне ощущение, что вам не особо интересно. Я, вот если честно. Да. А вы правы. Если честно. Да. Мне какое-то время, несмотря на то, знаете, вот какая-то интересная я хочу понять это явление. Вот если взять стенограмму того, что вы о себе рассказывали, и прям записать текстом и прочесть это в книге, это, наверное, тронуло бы. Я удивляюсь, потому что я очень хорошо помню, о чем вы говорили эти пять пунктов, но то, как вы это говорили, в какой-то момент на каком-то из пунктов, там, втором или третьем, в самом начале, я начал утрачивать интерес происходящему. И это интересная вещь. Не должно быть так, оно произошло. я понимаю даже, почему. Потому что, скорее всего, я подбираю слова. Это правда. И подбираю я слова, потому что я очень привык это делать, когда включается камера. Да. Топ-блогер, человек, который создал до хрена каналов, сколько, вы говорите, миллиард просмотров сгенерировали? Ну, если говорить о том, что идеи придумывали, снимали. Ну да, миллиард просмотров. И если все время фильтровать базар, глядя на камеру, я бы сдох, наверное, вот все время. Я вот поэтому и сдыхаю от этого. Поэтому я... Что вас заставляет это делать? Вы считаете, что тот, какой вы без фильтров, не подойдете? Наверное, я считаю... Ох, вы сейчас, конечно, зашли вглубь. Да. Наверное, если честно, да. Мне кажется, что я тогда не особо буду... С чего вы взяли это? Не особо что будете, кстати? Не особо буду кому-либо нужен. И это включается, наверное, к моей жене, к семье. Офигеть. Ага. Я очень долго и очень судорожно с детства хотел что-то, чего-то достичь. потом произошел стремительнейший рост. И потом прошла ситуация, вот я говорил о ненависти человеку, что меня как будто обокрали и еще вот те достижения, которые у меня были, их смыли. И, соответственно, как будто ваша ценность сразу... и после этого у меня была череда проектов, которые были неудачными. Там была масса просмотров, но они были финансово неудачные. Вот у меня есть ощущение, действительно, что если я перестану фильтровать, то как-то я сильно потеряюсь. А вы пытались заплакать, а что это за чувство от боли, скорее, или страх? Не знаю, это чувство прошло сейчас, как-то раз и перескочил. Вы привычным образом снова стали подбирать слова, стали улыбаться, неудачно шутить. Спасибо. И как-то оно все прошло. Но, знаете, ну вот смотрите, у меня же ощущение другое. В тот момент, когда вы пытались подбирать слова, ну реально, мне тупо было скучно. Хотя в начале и сейчас у меня очень много расположения к вам. вы мне импонируете, вы теплый человек, к тому же видно, что сильный. И мне не нужно пускать пыль в глаза, как им, я полагаю, не надо. Уж зрители, мои зрители уж точно не оценят то, что вы стараетесь им понравиться. А вот когда вы начали говорить о том, как вы на самом деле это переживаете, вы мне снова стали интересным. парадокс, когда вы не стараетесь. Ну, послушайте, я не сказал бы, что я это делаю прям, я прям стараюсь послушать, понравиться зрителям, я не думаю, я здесь, скажем так, я пришел сюда не для того, чтобы получить какую-то аудиторию или чтобы вас развеселить или показаться вам интересным. Я пришел сюда, потому что я понимаю, что я в свои 27 замахался до ужаса. И вы просто устали уже. Да, до чертиков. Я ненавижу во многом свою деятельность и ненавижу себя в каких-то вопросах. Я понимаю, что во мне проявляется та ненависть, которую я никогда не чувствовал. Я устал сильно, очень. Хотя я молодой еще и может тысячу быть взлетов, падений и тому подобное. Я недоволен собой во всех аспектах сейчас. И я пришел к вам, потому что этот вопрос у меня был. Но я чувствую, что я сам не могу отключить свой фильтр. Поэтому я и смущался вначале и тряслись немного руки, потому что я пришел обнажиться перед доктором. Но в какой-то момент обнажения знаете, как есть фильм Веном называется, где такое существо овладевает другим существом и он сразу становится другим. В какой-то момент я раз и я примерно понимаю, что надо сказать. Да, вам это неинтересно, возможно, зрителю это неинтересно. Но если быть честно, это двуличная жизнь достаточно. я не хотел никогда такой жизни. Я всегда старался быть за кадром всех проектов, которых я делал. Я сейчас, если бы возможно было бы стереть меня вообще из жизни людей, которые меня видели, я бы стер. Я не говорю о семье, я говорю о медийности какой-то. Мне нравится, когда люди приходят на концерт или встречают, фотографируются или какие-то происходят вещи. но при этом всем я получаю, ну сейчас уже меньше, но я получил сотни тысяч сообщений о том, какое я, прям, я не преувеличиваю, это произошло после первого развода. Меня уничтожали, мою вторую жену уничтожали полностью. Причем, что там было достаточно большое количество детей, можно сказать, там, 15, 16, 17. И когда взрослых женщин, как ни странно, хотя мне казалось, что это, я не хочу, чтобы меня даже кто-то знал. Вот у меня сейчас такое ощущение. Я представляю, сколько усилий на это должно уходить, чтобы, знаете, вы делаете две вещи одновременно. С одной стороны, вы говорите, я подбираю слова, чтобы произвести впечатление. Нет, не чтобы произвести впечатление. А чтобы что? Чтобы? Я не знаю, чтобы что. Вот, вы два раза говорите эту фразу, чтобы произвести, не для этого. Нахрена, вы подбираете слова. Я, наверное, боюсь казаться слабым. Я вот боюсь сейчас заплакать, чтобы это люди увидели. Я боюсь быть слабым. Мне всегда казалось, что я недостаточно силен. Страшно, что сейчас будет дрожать голос, и все увидят, какое на самом деле, многие, может быть, ваши зрители меня не знают, но что там за этим лысым, поправившимся мальчиком есть очень-очень-очень слабенький мальчик, очень слабенький человек, который не вывозит многих вещей. Может, это круто. Меня, знаете, занимаешься психотерапией уже давно, и... О, началось. И много видел историй разных. И, знаете, одна и та же история. Когда мужики начинают плакать, у них есть большое опасение, что их перестанут уважать, они покажутся слабыми, никому не нужными, и, в общем, какими-то такими, некрасивенькими. Парадокс заключается в том, что, на самом деле, именно в этот момент, особенно у женщин вокруг, появляется много уважения. И когда вы сейчас плачете, не то чтобы я люблю мужские слезы или женские слезы, коллекционирую их, нет. Но когда вы сейчас плачете, вы не очень подбираете слова. Ну, и не пытаетесь быть кем-то другим. А я думаю, может быть, хватит стараться. Я же это... Как бы я... Если посмотреть внутрь себя и ответить честно, я понимаю, что так и происходит. Но если спросить себя, делаю ли я это специально и осознанно? Нет. И это дело неосознанно. То есть, может быть, в другом месте я бы специально подбирал слова. Но я сам понимаю и даю себе отчет, что это происходит. А вот сейчас, когда вы плачете, и вам кажется, что вы такой, как вы это назвали, маленький, слабый мальчик, что происходит с вами в этот момент, когда вы уже это делаете, включены камеры, я вас слышу. Мне плохо. Плохо, да? Как будто бы я возвращаюсь к тому, отчего всегда бежал. Может, пора перестать бегать? Не знаю. Может, да, может и нет. Но я знаю, что правильный ответ, пора перестать бегать и пора открыться и тому подобное. Но если говорить честно и откровенно, знаете, есть очень старый христианский анекдот из протестантской церкви. Вы сейчас снова собираетесь успокоиться, быстренько собраться, рассказав анекдот, и мы опять окажемся в том месте. Мне ощущение с детства, наверное, вот как банальная фраза, все с детства, но страшно сильно не хотелось быть неудачником. Я много дрался в школе, чтобы быть самым сильным, чтобы не быть неудачником. Все стремления ко всему, ко всему, ко всему, чтобы не быть неудачником. Я должен зарабатывать, чтобы быть неудачником и чтобы жена не видела меня неудачником. Я, возможно, поэтому оттягиваю вопрос с детьми, чтобы они не видели папу неудачником. У вас какая-то есть Очень определенная концепция Каким должен быть Мы с этого начинали Это случайно первый вопрос Не случайно Судя по такому, как вы выглядите Совсем не случайно Когда вы говорите о своих мотивах То все время это мотив страх Чтобы не быть неудачником Это все время как будто бы бегство Как будто сзади бегут за вами Лангольеры пожирающие Все на своем пути И вы вынуждены быть успешными Что вы взяли? Что если вы не будете мотивироваться страхом этим Мало ли что ваша мама хотела Ваша мама любила вас как могла И действительно вы говорите Что она сделала максимум из того Что могла Дай бог ей здоровья Любила она вас как могла Но это не значит, что вы теперь должны Всю жизнь оправдывать Неявное ожидание мамы Она может уже не ждет этого Но внутри вас вы все еще пытаетесь это делать Но сейчас я хочу Чтобы вы заметили Что жизнь изменилась Что сегодняшняя ваша жизнь Уже отличается И хочу обратить внимание Но если я перестану делать то, что я делаю А вы проверили? Это сложнее, чем я думаю Что сложнее? Скажите, вот когда вы в этом состоянии пребываете Давайте мы остановимся в нем Не надо Я вижу, что вы тратите усилия Чтобы сбежать и оставаться одновременно Когда вы так плачете Плачете и смотрите на меня Попробуйте сейчас оставаться Плакать, продолжать Дышать И просто замечать Что с вами будет происходить Ведь вы можете использовать Наш контакт для себя Ведь у меня ведь есть к вам Какое-то отношение в этот момент Так же, как в вашей жизни Наверняка в тот момент Когда вы думаете, что вы неудачник Есть там два, три, пять десятков человек Которым вы можете просто проверить Ты меня любишь Ты меня уважаешь Несмотря на то, что я боюсь Что ты меня бросишь Что ты обо мне думаешь? Но вы ничего не делаете, чтобы проверить Давайте мне долгое время Когда я создавал ролики Которые набирали там Семь, восемь миллионов И я чувствовал себя волшебно Потому что я любил Закадровую работу Я любил Создавать полностью Я садился, писал сценарий Организовывал команду Организовал все Потом монтаж И я видел, как то, что я придумал Две недели назад Сейчас смотрят миллионы Подростков, постарше Не важно Это абсолютно не важно Для маленького меня Это был восторг Но целенаправленно Постоянно Делался акцент Но это же не ты На самом-то деле Вся эта работа Которую ты сделал Что ты придумал Создал Она вся мелочная Это менеджерские управления Это не ты Крутяк А почему Ты не популярен сам А я и не хочу Никогда быть популярен Я не хочу И сейчас Я пришел к тому Что я не хочу Быть популярен И тогда не хотел Мне нравится создавать Единственное место Где мне нравятся Люди Это концерт Я люблю концерты Когда Приходят люди Ты слышишь Эту энергию Зал Но я не хочу Чтобы меня узнавали На улице Абсолютно не хочу И получалось Что вся моя работа Обесценивалась До ужаса Наверное Поэтому Я Начал вести себя Как будто бы Я не неудачник Потому что Очень сильно Хотелось Кем-то стать Кем-то быть Вот я и стал И нихера не счастлив От этого Вроде как Вы описываете Что это произошло Ценой предательства себя Что вы Огромного предательства Не тот Кто вы есть И себя И потом Со стороны Предательства меня И Ну вот наверное Слово Неудачник Как бы оно мне Не нравилось Сейчас Его произносить Оно очень 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 Обо мне И Очень о том Что я Сильно Не хочу Им быть Даже не для того Чтобы кому-то Понравиться А просто Я не хочу Себя таким Чувствовать Я не хочу Себя Таким Видеть А что вы делаете Для того Чтобы проверить Ну ведь Вокруг вас Есть люди Которые в этот момент Как-то к вам относятся Что они думают Ваша жена Близкие люди Она любит меня очень Она любит так Как меня никто не любил Наверное Оценит Уважает Ну вот Да Считает Что у нее Самый лучший Муж на земле Самый мужественный Она гордится вами Она да Кто еще вами гордится Мама гордится Мама гордится Сестра очень гордится Может быть Вам больше Не нужно стараться Знаете Я Месяц назад Написал книгу Которая называется Добро пожаловать домой Мне хочется сказать Вам сейчас Ту фразу Что может быть Больше Никуда не нужно бежать Что может быть Вы уже дома А если Хорошо Дома Но если я перестану Заниматься Вот у меня был вопрос Призвание Это то Что у нас получается Или то Что мы любим Ну или то Что делает нас счастливым Если я перестану Делать то Что у меня получается А то Что делает меня счастливым Позволит мне быть Бедным Я боюсь того Что у меня будет ребенок И я не смогу Ему что-то дать Потому что В детстве У меня были Разные времена Были времена Когда нам отключали За нее плату Канализацию И мне приходилось В ванную Делать дела И потом Пакетики Выбрасывать На мусорку Потому что Я шел Ревел Думал Хоть бы меня никто Не увидел Но это было Или там Когда я не поднимал руки Чтоб не задралась футболка Потому что у меня вместо пояса Была белевая веревочка Чтобы штаны не падали Были разные случаи Сколько вам было лет тогда? Лет 13-14 И были и хорошие моменты Много хороших У меня счастливое детство было У меня было очень счастливое детство Мне так кажется Руслан И мне кажется Вот Сейчас я вам Да, давайте Позволь себе Перебить вас Да, давай, давай И мне кажется Что вот Вопрос быть неудачником И вот момент Какой-то Судорожной Всепоглощающей бедности Они тоже Это где-то похоже И рядышком У меня есть две реакции Которыми я хотел поделиться Одна Это Своя личная история Мне кажется Что Все люди Которые Стремятся к успеху И хотят быть Любимыми В том числе Через это Проходят А вторая Это вопрос Который есть к вам Я тоже из бедной семьи И мне знакомо Когда пальтишко Моей тети Перешивают Для меня Потому что Нет денег Купить детское пальтишко А то Поизносилось Там дырки появились И нужно его перешить Чтобы было Что носить Мне Тетя старше У меня на 13 лет Как раз Она сносила Пальтишко Плащик свой А мне перешили Пальтишко Пришили Меховую подкладку И получил Зимнее пальтишко Подкладку Можно было снимать Оно и на зиму И на осень И на весну Его как-то хватало Долгое время У меня был страх Умереть голодной смертью Ну что от меня Отвернутся другие люди Причем связано Это было с тем Знаете Что от меня Отвернутся все Кто меня ценил Кто восхищался Мною Отвернутся Все бросят И я буду один Голодный Сидеть Никому не нужный Вот Всеми позабыты И умру Голодной смертью Смерть Там Ну Была не главным фактором Но то, что я буду никому не нужен Голоден и беден Это меня преследовало Всю жизнь Наверное, и сейчас Отголоски у меня есть Потому что Когда мои коллеги говорили Игорь, посмотри У тебя же Всегда было много клиентов У тебя Всегда были люди Которые Дорожили отношениям с тобой Всегда были те Кто любит тебя И все, кто тебя ценили Меня это не успокаивало Потому что я считал Что если только расслаблюсь Вот оно Сейчас начнет происходить У меня даже сейчас Еще есть отголоски Когда я думаю Опа Уже начинается Похоже Когда Кто-нибудь из там Моей команды Вдруг говорит о том А пойду-ка я в другое место Я так Опа Вот оно Первый сигнал Я уже не нужен Сейчас я научился К этому относиться Немножко с юмором Но мне понадобилось 46 лет для этого Вот у нас есть разница Все-таки в возрасте Я надеюсь, что у вас Не будет так долго Я чувствую себя таким старым На самом деле Но у меня к вам Другой вопрос С чего вы решили Что если вы Не будете Радовать других людей Подстраиваться Ну вот Делать то, что у вас Получается Хотя не нравится Вы будете успешным А если будете делать То, что вам нравится Вы не будете успешным Почему первое Я понимаю Да Ну в общем Есть путь Нравиться другим людям Делать то, что они хотят А у вас-то получается Чисто рыночные Совпадения Все прекрасно Меня волнует Другое сейчас Это оставим Пока в стороне С чего вы взяли Что если вы станете Тем Русланом Каким вы есть Вас не будут любить А самое главное У вас там Не будет успеха И бабок С чего вы взяли А я не знаю Хороший вопрос Я знаю, что я когда Поступал в университет Я выбрал университет И совсем не тот Который я хотел Причем, знаете У меня всегда была Какая мысль Вот я сейчас заработаю Я сейчас достигну Еще немножко Я накоплю И потом Я позволю себе Эх, заживем Да Позволю себе Заняться тем Что я люблю На самом деле И я чувствую Что Не знаю Вот Я не знаю Откуда это появилось Если отвечать на вопрос Извините Извините за мой французский Может хватит Наебывать себя Ну потому что То что вы описываете Руслан Это такое Тотальное Все время Предательство себя Вынужденное Но меня беспокоит Вот это вот Все время идея Что оно Как будто Это предательство себя Является условием Вашей ценности Но это не обязательно Еще вы взяли Что такое Как вы есть С теми талантами Которые у вас есть Вы не нужны Вот можете Мне немножко рассказать Потому что Про то Что у вас получается Я уже понял Хотя остаются вопросы Почему вы это себе Ну не присваиваете Вы все Устроили Семь миллионов просмотров Но это Вот все эти люди молодцы А я Это Я только менеджер Давайте все-таки Вернемся к тому Что вам нравится Вот что вам реально Хочется делать Почему я об этом спрашиваю Потому что Моя жизнь изменилась В тот момент И зарабатывать я стал больше Кстати В тот момент Когда я перестал заигрывать С другими людьми Ну с тем Что хотят от меня Слышать и видеть В какой-то момент Я устал И понял Что задолбало И как-то денег Меньше не стало Что вам нравится В какой университет В какой университет Вы хотите пойти учиться Я в детстве Очень хорошо играл в театре В театре Это прям была такая моя Особенность Потому что у меня действительно Это очень хорошо получалось Но не это Мне нравилось Я С театром Мы приехали в какой-то город Выступать И я увидел Группу играющую Это просто захватило меня Музыкальную группу Это стало моей Знаете Такой идеей Потому что Я играл В разных группах Я играю почти на всех инструментах В которых может играть группа Гитар Соло-гитар Бат-гитар Всего Вокал? Да Сейчас люди слушают песни Миллионы просмотры на клипах И тому подобное Но это Я не знаю Почему это происходит Я даже не знаю До конца Честно говоря Что бы я хотел Мне нравится Мне нравится Создавать проект Я тоже люблю это Я не люблю быть блогером Вот точно Хочу сказать вам Я не люблю быть блогером Возможно У меня просто Такой осадок От этого Что я просто Возненавидел это Просто как пример Я не знаю почему Но вы правы Абсолютно Какой-то Был месяц В котором я заработал 20 тысяч долларов И пошел Купил себе гитару Я смог себе позволить Купить самую дешевую Акустическую гитару Которая была Я купил себе гитару За 1200 гривен На которой я написал Много песен Которые потом Собрали Я потом Потом был период Когда я Заставил себя Начать покупать Дорогие вещи Я пошел Купил себе Кошелек Луи Виттон Пошел Купил Кроссовки И тому подобное Луи Виттон Да Какие-то Я Причем я шел С этим пакетом Я стеснялся Что на меня люди смотрят Что как будто Я издеваюсь Перед ними Что я иду С таким дорогим пакетом Я быстро Забросил этот пакет В машину Чтобы меня никто С этим пакетом Не видел Потом я себе Разрешил купить гитару Всю жизнь Я мечтал о гитаре И я там Купил себе гитару За тысячу Чем-то долларов И это Я прям Разрешил себе Я прям Ну Причем Отдать кому-то Не всегда Проще Если нужно Кому-то Себе Я не могу Разрешить Я не знаю Почему Но Я вот Действительно Не могу Себе этого Разрешить Я скажу Футболок Знаете От ремня дырки Я их ношу Потому что Я не могу Себе разрешить Пойти Купить При этом Я люблю Дорогие вещи Они приятные Они комфортные Они хорошо сидят Они Есть и дорогие Есть и недорогие Ну неважно Но Разрешить себе Что-то Я почему-то Не могу И точно Сказать Почему Почему Это И когда Это началось Я не знаю Дело не в вещах Руслан Да Все что вы мне Описываете Это Тотальное Обкрадывание Своей жизни Вообще Ну то есть То что вы Описываете Вы ежедневно Воруете У себя Себя Самого И может быть Если Моя работа И будет Для вас полезной То Хотя бы в том Чтобы обратить Внимание Что возможно Вам стоит Начать и возвращать Себя Что возможно Ваша жизнь Имеет право Быть такой Как она есть Вы имеете право Хотеть того Чего хотите Вы имеете право Любить то Что любите Вы имеете право Делать Что-то Несмотря на то Что это может Мне понравилось Я действительно не могу Позволить себе Это сделать Сейчас вы говорите Я задумался О том Что я действительно Я даже примерно Понимаю Что бы я хотел Но я не могу Себе этого позволить Например Давайте поговорим Что вы хотели бы Но не можете позволить Давайте Давайте Ну помечтаем Я бы хотел Перестать Заниматься Многими вещами Которыми я сейчас занимаюсь Теми же самыми Блогами Рекламой Еще какими-то вещами Вот такой Как вы сейчас есть Вот вы говорите Мне не нравится Заниматься блогерством Представьте Представьте Что ваши там Не знаю Подписчики В ютубе В инстаграме Видят вас таким Но не представьте Они увидят вас таким Да Скажите Это блогерство Вот вам сейчас Не нужно Не знаю Вам не нужно Стараться быть Кем-то другим Вы вот прямо Тут на поверхности Тот который есть Со всей своей Открытостью Я завершу Со всей своей Открытостью Уязвимостью Ранимостью Со всем признанием Своего несовершенства Как вы думаете Вы для ваших Подписчиков Останетесь ценными Вам не нужно Быть каким-то другим Конечно Можно замучиться Замахаться Если все время Пытаться Быть Как удобно Другим людям Я сейчас скажу Фразу Которая не понравится Моим подписчикам Но мне вообще Не хочется быть Никем Для своих подписчиков Они увидят Мои подписчики Некоторые Им это не понравится Может понравится Но сейчас Честно говоря Все равно Если бы была бы Опция Знаете Как стереть Возможно Даже я бы стер Вот Руслан Мне Мне хочется Вас Плохое слово Остановить В этом месте Почему Потому что Вообще-то Это часть вашей жизни Вы делаете Снова Обкрадывая себя У вас был Кусок жизни Который Был ценным Мне пришлось Стать публичным Стоп Это был кусок Вашей жизни Худшее Что вы можете Сделать Это сейчас Сказать Я хочу Это все Стереть По сути Такой Суицидальный Акт Знаете Я 8 лет Прослужил в армии 8 лет Я ненавидел армию 8 лет 8 лет Каждый день Я ненавидел армию А служил я В ВДВ Там где мы жили В палатках Бегали Прыгали И командиры Дебилы Ну не знаю Если вы служили в армии Вы знаете Если нет Поверьте Это ужасное место В смысле Сама армия Не должна быть такой Но в то время 90-е годы Армия была такой 8 лет Своей жизни Я на это потратил Но Последнее Что мне придет в голову Сказать Это был не я Истереть Руслан Это были вы То что вы делали Были вы И это тогда Вы почему-то Про маму свою говорите Она делала лучше Из того Что могла Это Честно Это красиво Это правда Она Была лучшей версией От того Что она могла Делать тогда Себе вы Такого не позволяете Вы не говорите Ну это был Период такой жизни Я был таким Тогда Стоп Сейчас я хочу Быть другим Пришла Пора Пересмотреть Может быть Пусть эта сессия Будет той точкой В которой вы Остановитесь Скажете Пора вернуться домой Я хочу сейчас Жить своей жизнью И задать себе вопрос Первый Может быть Не ответить на него И задать себе вопрос А кто я И впервые С этого места Заметите Чем вы хотите Заниматься А кто вы На самом деле Какой вы Мужчина Что вы хотите Транслировать В этот мир Исходя из этой точки Дальше начать Движение В своей жизни Но не игнорировать То что было 27 лет Это ваша история Она сделала из вас Того кто вы есть В том числе Таким Каким вы гордитесь И в том числе Тем Каким вы мне нравитесь И в том числе Тем Каким полюбила вас Ваша жена Как ее зовут Ила Ила Красивое имя Очень Вас полюбила Я перенял Такой модель Любви Жизнь Для меня Для меня Это может быть Есть любовь Давать Другим Но не себе Так было Да Так было Не обязательно продолжать Хорошо А как Как дать Эту любовь Себе Вот что нужно Сделать Что нужно Сделать Вы уже Немножко Это делаете Ну во-первых Вы задумались О психотерапии Раз Во-вторых Вы психанули И купили Кошелек Луи Виттон За 600 евро Верно Да Примерно Примерно Ну уже Какое-то действие В конце концов Вы впервые Задали себе вопрос А кто я Кто тот мужчина Который В 27 лет Начинает жить И хочет Своим детям Передать опыт Быть мужчиной Или опыт Как выглядит папа Если у вас девочка Все равно Как быть мужчиной Если у вас дочь будет И это то место С которого Вы можете начать Ну а Первонаперво Хорошо бы Перестать себя Огнобить Посмотреть На свою жену Прийти на нее Посмотреть в глаза И спросить Например То что вы хотите Знать для себя Ну не знаю Неотвратительны ли вы сейчас Нравитесь ли вы Там своей жене Любит ли нас По-прежнему Уважаю ли я вас После всего того Ну камин аута Который Произошел сейчас Знаете Самое интересное Что Вот Возможно Вот вы говорите Там Неотвратительны ли я Уважаю Это не совсем Откликается внутри меня Не совсем Да В плане То как вы Меня сейчас Видите Наверное Вопрос больше В том Что я сам Себе Ну я не знаю Как-то вот Сам внутри Себе построил Какую-то вот Вы думаете Что вы Изолированы Других людей Но это Неправда Вы Вы Где-то За тонкие Струны Души Зацепаете Меня Но я Понимаю Что это Вопрос Наверное Ни одного Ни одной Встречи А вот Да Я бы Я бы очень Хотел Отдохнуть Вы любите Агату Кристи Группу Или Писателя Группу Группу Не совсем Помните Там дальше Продолжение Беру портвейн Иду домой И вот Это Очень важная Вещь О чем Наш Сегодняшний Разговор Если бы Кто меня спросил Про что У тебя был разговор С Русланом Я бы сказал Примерно Следующее Про возвращение Домой Про то Что Пора вернуться К себе Закончен Бой Беру портвейн Иду домой Знаете Я не знаю Где мой дом Потому что Мне кажется Что я такой С детства С самого 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 Детства У меня Есть такое ощущение 27 лет Самое время Начать Возвращение И я Вот Вы говорите Начать Возвращение А я Понимаю Что надо Но Не представляю Куда идти Пока Пока Достаточно Того Что вы Уже Осознаете Что вы В растерянности И Не очень Хотели бы Жить так Дальше Как живете И Следующий Вопрос Который Я вам Задаю Уже Который раз По ходу Это Это вопрос Риторический В смысле Он не для Ответа Сейчас Он Для Наподумать Как говорят Кто я Кто я Тот Руслан Который хочет Быть живым Кто я Тот Руслан Который хочет Кайфовать От жизни Кто я Тот Руслан Который хочет Любить И быть Любимым Кто я Тот Руслан Который Ценит Свою жизнь И дорожит Тем Какой он Кто тот Руслан, который любит и ценит то, что он делает и кайфует от каждого мгновения своей жизни? Это ключевой вопрос, который... Вопрос важнее, чем ответ. Если вы начнете задавать этот вопрос сейчас, многое что начнет происходить в вашей жизни. Вторая вещь, когда вы говорите о том, что я сам должен для себя это решить, это правда, но не вся правда. Потому что, на самом деле, суть в том, что вы хороший, теплый человек, у вас много друзей должно быть. Я знаю вас не так давно, но вы приятный человек, и у меня очень теплое отношение к вам. И если вы начнете разговаривать с другими людьми так же, я устал, я хочу найти себя, то со временем вам будет проще... Я задолбал как минимум свою жену этим. Я устал. Я устал. Она вас не выгнала, еще и сдохнуется. Знаете, я ставил себя на мысли. Я не знаю, насколько она ценная мысль или не ценная. Вы говорите, вы хороший человек. И первая мысль, которая у меня была, он говорит это всем. Мне кажется, что вы хороший человек. Вот, ну, я образно, там, приятный и тому подобное. Это теплое и тому подобное. И это касается любой похвалы, которую я вообще слышу. Каждый раз я не верю. Не верю. Вот, если быть честным, и не верю жене, когда она говорит, я тебя люблю таким, какой ты есть. А я думаю, да, а если я буду бедным до ужаса, и ты не сможешь со мной жить в красивом комплексе, а будешь со мной жить. Хотя я мозгами понимаю, что она правду говорит, но внутри, прям, чтобы до глубины души, я не верю. И я не верю многим вещам, которые, там, люди говорят, какие-то комплименты, хвалят и тому подобное. Я не верю, это уже сформированный концепт. Для вас домашнее задание. Когда вы говорите, я не верю, с вами в этот момент что-то происходит. Значит, так, вы со мной не очень знакомы. Вообще, меня, как-то, большая часть студентов Академии, преподавателей жутко боится. Потому что я говорю людям правду в лоб обычно. Вот с 28 лет, как у меня случилось это, когда я говорил, что я понял, что друзья любят меня вопреки, я начал говорить людям правду. Поэтому я довольно жесткий и острый бываю. Когда вам говорят, я люблю тебя таким, каким ты есть. Жена вам говорит. Ну, или кто-то вам из друзей говорит что-то еще. Вы внутри вас. Не верю. В этот момент, если вы будете честным и не будете бежать дальше, я не верю. Если вы скажете, я не верю, то вы возьмете это и откинете в сторону. И это будет неправдой, очередным предательством себя. Почему? Потому что в этот момент вы проскочите. Когда вы говорите, я не верю, это означает, что вам страшно принять, что это правда. Вам стыдно и неловко, потому что это какой-то интимный момент. Или, и я не знаю, что в вашем случае. Вам тревожно. Вы чувствуете себя маленьким, ранимым, уязвимым. Вы чувствуете себя виноватым. И вы это проскакиваете. Вместо этого появляется фраза «я не верю». Если вы не будете эту фразу бросать вперед сразу и отбрасывать то, что есть, а вот говорит вам ваше Ило, я тебя люблю таким, как есть. Минимум две минуты остаться и послушать, что с вами происходит в этот момент. Так, так, стоп. Первая фраза «не верю», а что происходит со мной? Вы почувствуете, скорее всего, неловкость. Потому что, судя по тому, что я вижу на протяжении этого часа нашего разговора, я не затрагивал эту тему, но, несмотря на то, что вы очень глубоко раскрылись, вы почти все время сталкивались с фоном неловкости, такое ощущение. И это нормально. Если вы не будете это проскакивать, заметьте, о, мне неловко, поговорите об этом с Илой. Вам стыдно, поговорите об этом с Илой. И если вы дадите этому право на жизнь, в какой-то момент вы заметите, что помимо стыда появилось еще удовольствие, благодарность, радость, глубокое чувство признательности и теплоты, ощущение счастья на фоне стыда, страха и чего-то еще. То есть вот это «я не верю», оно обычно соткано из многих разных чувств, которые, связываясь с клубок, выбрасывают, и «я не верю». Если вы остановитесь в этом месте, вы их заметите. Если, заметив, дадите возможность им жить, впустите их в контакт, поговорите с Илой, например. Ну или с своим терапевтом дальше, если пойдете на терапию. Я бы хотел. То тогда власть «я не верю», будет становиться все меньше, 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 меньше. Это знаете, как проблема многих женщин, которые считают, что они некрасивы. А они очень красивы. Им говорят, ты красивая. Они говорят, да, я голову помыла. И сбегают сразу. Вот так и со всеми людьми, кто испытывает. Судя по тому, что вы не верите, сбегаете. Вот я бы ставил на стыд, который у вас есть в этом месте. Если вы не будете бегать от своего стыда и не кричать «не верю», останетесь с ним, вы заметите на фоне этого стыда еще благодарность, удовольствие, теплоту. И вы почувствуете, что там и есть этот дом, про который я все время вам говорю. И вот в этом месте вы начнете питаться. Это как если бы вы пришли в ресторан, вам принесли какое ваше любимое блюдо? Я не знаю, я не могу выделить что-то. Ну, положим, принесли какое-то вкусное блюдо. А вместо того, чтобы его съесть, вы его ставите в сторонку. Так же и в случае с людьми, когда вам говорят, я тебя люблю таким, каким ты есть. Это когда ты берешь кусочек, там, чего-нибудь, там, не знаю, стейка, креветки. Берешь на вкус и чувствуешь, каково оно. Так и жизнь. Если в этот момент вы начнете замечать хотя бы три разных реакции, это будет прорывом. Тот момент, когда помимо «не верю» появится три разных чувства, и вы не будете от них сбегать. От этого «я не верю» вопрос двух, трех, пяти месяцев. И власть его станет радикально меньше, а то испарится вовсе. Хорошо. Так что добро пожаловать домой. Спасибо. Спасибо. Остановимся? Да. Мы затронули один ваш вопрос, да? Да. Ну, я не просил. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое. Спасибо. Спасибо.